В Украине отменили военное положение, оккупанты оставили под арестом пятерых военнопленных моряков. Также сегодня в выпуске смотрите. Субтитры предоставил DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Два письма, адресованные капитану украинского буксира Яны Капу, Олегу Мельничуку, изъяли российские тюремщики. Об этом нам рассказал адвокат Дэн Семидляев. По его словам, тюремщики отправили письма на проверку. 24 украинских военнопленных моряков удерживают в СИЗО Москвы. Обвиняют в якобы незаконном пересечении российской границы. Им грозит до шести лет лишения свободы. Военные катера Никопа Либердянск, рейдовый буксир Яны Капум, российские спецслужбы задержали 25 ноября у берегов аннексированного Крыма. Фигуранты дела украинских диверсантов Владимир Дудко и Алексей Бесарабов заявили в суде о фальсификациях следствия. Об этом нам рассказал адвокат Сергей Легостов. Фигуранты выдуманного дела заявили о необходимости исследования вещественных доказательств, в частности телефонов, которые, по словам обвиняемых, им подкинули сотрудники ФСБ. Они зачитывают заявления. Бесарабов зачитывал, Дудко. Они говорят о фальсификации. О том, что им подкинули телефоны. Раз. О том, что их пытали электротоком. Обоих. Два. О том, что карты им подкинули с отметками якобы объектов диверсии в Севастополе. Они этот город Севастополь с завязанными глазами знают. Нет необходимости картами отмечать. А потом все отправили на экспертизу, где нашли якобы генетические их следы биологические. Троих украинцев оккупационные силовики задержали в ноябре 2016 года. Их обвинили в подготовке диверсий на аннексированном полуострове. Окупационный суд приговорил Штыбликова к пяти годам колоний строгого режима. Дудко и Бесарабова удерживают в СИЗО два года. Окупационный Верховный суд Крыма перенес рассмотрение апелляции по выдуманному делу Дема Бекирова. Об этом нам сообщил его адвокат Алексей Ладин. По его словам, подконтрольный Россией суд загружен делами и отчетностью перед окончанием года. Когда состоится заседание, адвокату скажут после 9 января. Состоится в скором времени допрос его дочери, Наджии Абехировой. Допрос состоится по ходатайству защиты. И, соответственно, я просил ходатайства о том, чтобы я присутствовал при допросе. Следователь удовлетворил мое ходатайство. Используем все институты, то есть ОНК, полномочия по правам человека, прокуратура, для того, чтобы до Нового года провести медицинское обследование на предмет возможности либо невозможности содержания его в условиях СИЗО. И добиваемся... Это Эдем Бекера в зале оккупационного суда. Его арестовали на один месяц и 30 дней до 11 февраля 2019 года. Крымского татарина обвинят в незаконном хранении, перевозке оружия и взрывчатки. Российские силовики задержали его при пересечении административной границы с оккупированным Крымом 12 декабря. 66 семей политзаключенных получили по 100 тысяч гривен финансовой помощи от государства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. По словам министра Вадима Черныша, до конца года состоится еще одно заседание комиссии для рассмотрения выплат другим семьям, чьи родственники незаконно удерживаются в тюрьмах аннексированного Крыма и России. Сергей Ковальский Бизнесмен и участник событий революции «Достоинства в Крыму». Сегодня, спустя 5 лет, в рамках нашей серии «Лица Крымского Евромайдана» он рассказал нам о том, как крымчане поддержали движение Евромайдана на полуострове. Для нас активизация движения и вообще участие в движении Евромайдана на Крыму, я думаю, как и для большинства активистов, в этот момент было крайне важным и принципиально, для того, чтобы продемонстрировать, что мы вообще есть такие в Крыму, мы хотим цивилизованной жизни. И таких оказалось очень много. Мы даже не ожидали, на самом деле, что такое количество людей элементарно на первом, а буквально 24 ноября, на первом буквально митинге и шествии, придет так много людей поддержать эту акцию. И когда мы шли по улицам, много людей присоединялись. Несмотря на сильнейший ресурс, который был кинут против любых проукраинских, проевропейских настроений в Крыму, в том числе в отношении Евромайдана на Крым, начиная с угроз, машины били и угрожали физической расправой, и что только они делали, мы, как общественное движение, сумели донести всему миру, выйти, не побоявшись, в то время, когда армия, эти тушки, эти всякие казаки бегали по городу, продемонстрировать позицию, что есть украинцы в Крыму, которые хотят жить в Украине. Я очень давно не открывал, конечно, эти акции «Женки Крыма за мэр». Тоже активисты Евромайдана, уже под воинской частью. Вот, пожалуйста, смотрите, сколько собралось людей поддерживать военных. Вот и воинской части, да? То есть, где российские, да? Кто российские военных как поддерживает? Или вот тоже, бабушка, пожалуйста. Вот это воинская часть в Саферополе. Очень интересный такой момент. Я за свободный Украина, без Путина. Понимаете? Путин, это не наш друг, он называет нас другом. Брат никогда руку не поднимет на ближнего человека. Поэтому я прошу, прочь от Крыма, прочь с Украины, прочь. У меня теперь ни края, ни дома. Тимчасовая прописка. Ворожий міст. Синя-жовтая, старичка температура. У меня теперь батьки-иноземцы. В очах питание. Кому и на что? Залась земля моя, рідное море. Это стихи Ніна Калле, житель Симферополя, Крымчанки, 95-го рождения, которое через себя пропустило вот это событие. И когда я вчера читал этот стих, для меня эти переживания опять нахлынули. То есть, что такое осталось все там? Что такое разделилось все напополам? Часть друзей, часть знакомых. Конечно, мы хотели бы оставить Крым. Но сегодня мы понимаем, что таких возможностей физически не было. Но самое главное, весь мир увидел тех активистов, их было много, на самом деле, которые вышли с флагами Украины, вышли с позиций Украины, особенно на день Тараса Шученко. И вообще показали картинку миру, что Крым хочет быть в Украине. На трассе Севастополь-Ялта в аннексированном Крыму произошел обвал камней. Об этом сообщает оккупационное здание «Вести Крым». Инцидент произошел в районе мыса Сарыч. На кадрах очевидца видно, как большие валуны перекрыли проезжую часть трассы. Несколько перелетели дорогу, сломали дорожный отбойник. Движение автомобилей затруднено. В пресс-службе оккупационного правительства Севастополя сообщили, что пострадавших из-за обвала нет. Назбанк Украины вводит в оборот новую пятигривневую монету, посвященную городу Севастополю. Об этом сообщает пресс-служба банка. Памятная монета от Чиканина из двух металлов. Ее вес 9 грамм, диаметр около 3 сантиметров. На аверсе монеты изображен герб Украины и надпись 5 гривен. На реверсе элементы, символизирующие Севастополь, парусное судно, мост, якорь, корабельная пушка и колонны Херсонеса. Тираж памятной монеты 45 тысяч экземпляров. Купить ее можно будет в отделениях Национального банка за 44 гривны. На эту минуту это все новости. В студии была Елена Солонина. Следующий выпуск новостей уже в 19.00. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на ее экран в Facebook. Субтитры подогнал «Симон»!